Добрый вечер, я очень рада сегодня здесь выступать. Большое спасибо за приглашение. У меня, пожалуй, никогда не было возможности представить мои размышления, результаты моего исследования, вообще мои мысли о старении и о пожилом возрасте в аудитории, которая не связана с социологией, перед непрофессиональной аудиторией, и поэтому я волнуюсь, можно сказать, вдвойне для неустроения. Я уже несколько лет занимаюсь исследованием пожилых людей, рассматриваю разные темы. Начала я с того, что я долго изучала вопрос о том, возможно ли счастливая старость и от чего это зависит. Я анализировала данные из разных стран, смотрела, где пожилые люди наиболее счастливы, ну, по крайней мере, декларируют то, что они счастливы, и смотрела, от чего это зависит. И как раз то мое исследование и навело меня на мысль о том, что нужно не искать причины счастья в пожилом возрасте, в каких-то социальных условиях, в каких-то характеристиках общества, да, а это надо искать где-то внутри самой жизни человека, и, может быть, не начинать надо не с пожилого возраста, а намного старше, намного раньше. И несмотря на то, что мы сегодня будем говорить о сексуальности, я начну чуть-чуть с более общего вопроса, да, потому что, на самом деле, для меня всегда было интересно, а вообще, что такое старение, да, что, собственно говоря, в жизни меняется. Можно, конечно, говорить какие-то простые, очень очевидные вещи, что там меняется здоровье, ухудшается физическое состояние. Ну, слушайте, знаете, очень многие молодые люди не очень хорошие в физической форме находятся, и, как бы, их возможность физически тоже не очень хорошая. Наверное, это какая-то неглавная, неопределяющая, и я бы вообще поставила вопрос более широко, так сказать, философски, что для чего вообще человеку нужна старость. Зачем она вообще ему нужна? Потому что мы все очень хорошо знаем, зачем человеку детство, зачем человеку молодость. Это всё очень хорошо нормировано, да, мы знаем, к какому возрасту ребёнок должен чему научиться, мы знаем, к какому возрасту мы должны успеть там сделать всякие разные, решить разные там социальные, жизненные задачи. Это все прописано, нам это вкладывается в голову постоянно. Это как бы вот мы живем по этому плану, да, не нами придуманному. Но на старость ничего не запланировано. На старости плана нет. Нам никто не сказал, что в старости надо сделать то-то, то-то, то-то. Надо успеть что-то сделать, да? Непонятно. Вот. И как раз мое исследование, которое было связано с разговорами с пожилыми людьми, оно больше было направлено на изучение их переживания, их опыта старения, опыта возросления. И сексуальность – это один из аспектов старения. Изменение сексуальности – это один из аспектов старения, на котором я сегодня буду останавливаться подробнее. А в начале я действительно, как объявила Маргарита, я хотела бы немножечко рассказать о том, как вообще говоря в социологии менялось теоретизирование относительно пожилого возраста, вот это представление о том, что такое пожилые люди, что им надо, вообще какие у них потребности и так далее. И в социологии есть целое направление, которое называется социология старения, которое, вообще говоря, сейчас на данный момент исходит из того, что старение – это процесс, который конструируется обществом, он конструируется с помощью социальных институтов, потому что именно социальные институты, они и дают основу для того, чтобы мы понимали, что такое молодость, что такое детство, что такое зрелость и что такое старость. Но по поводу того, когда только нас называют, помещают в какую-то возрастную группу, от этого очень многое начинает меняться и в нашей жизни, и на самом деле от соотношения этих групп очень многое зависит и в обществе. Очень простой пример, вот недавно с повышением пенсионного возраста, еще совсем недавно 50-летняя женщина, она была предпенсионного возраста, и такая как бы не рассматривалась как желательный элемент на рынке труда, а там, когда будет уже введен этот пенсионный возраст, там 60 и даже, может быть, больше, то 50 лет – это оказывается возраст, в котором еще работать и работать, и никто не будет ее рассматривать уже как с точки зрения дискриминации на рынке труда. Поэтому от этого очень сильно меняется, и поэтому есть смысл немножко поговорить, как менялось представление социологов о том, кто такие пожилые люди и что им надо. И вообще говоря, вот этот сам взгляд, изучение пожилых людей, теоретизирование по поводу них, оно началось после Второй мировой войны, когда пожилых людей стало больше, и с точки зрения такой гегемонной концепции, которая главенствовала в обществе, это была теория Парсенса, в нее очень легко вписывался такой биологический медицинский дискурс, и пожилые люди стали рассматриваться как некая социальная проблема, их много, им нужны пенсии, пенсии надо откуда-то брать. Пожилые люди не должны заниматься никакой активностью, они отказываются от всех своих социальных ролей. Это рассматривалось как естественно, потому что естественно же снижаются какие-то способности, и физические, и ментальные, и психологические, и какие угодно. Конечно, люди уже не способны вести такую же активную жизнь, как они вели, они не участвуют на рынке труда, ну и, соответственно, они ничего не дают государству, но и государство, соответственно, не должно им ничего давать. И, в общем, они рассматривались с точки зрения каких-то потребностей, связанных там, ну что, еда, уход, забота, медикаменты и так далее. И, в общем, и все. Эта теория, она сразу стала очень сильно критиковаться, особенно такая была феминистская исследовательная Хошельд, которая в своих исследованиях показывала, что среди пожилых людей есть огромное количество активных людей, что они сохраняют все свои социальные роли, но ее оппоненты ей говорили, ну это какие-то такие неуспешно стареющие люди, но вот их, конечно, не должно быть много, и поэтому вообще что о них говорить, собственно говоря. Но вот эта критика, эта теория освобождения, которая проходила на протяжении долгих лет, она привела к тому, что взгляд на пожилых людей все-таки немножко изменился, и на смену этой теории, какая основная теория пришла теория возрастной стратификации, когда возраст стал одной из категорий, которая стратифицирует общество. Вот она стратифицирует общество, и уже ввели понятие возрастные когорты, стали показывать, что вообще-то люди из разных возрастных когортов, они стареют по-разному, пожилые люди, разница между которыми там в 10-20 лет очень сильно друг от друга отличаются, и вообще говоря, у пожилых людей есть свои потребности, вообще-то говоря, у них есть своя идентичность, вообще-то говоря, у них есть свои права, и они вообще могут о них заявлять об этих правах, они могут их требовать, чтобы соблюдались их права, они могут требовать, чтобы удоверялись их потребности. Это была очень полезная теория с точки зрения, что старение рассматривалось как универсальный культурный феномен, а эта теория позволила перейти к теории жизненного цикла, которая стала рассматривать старение. Это не то, что начинается с какого-то возраста, а процесс старения происходит в течение всей своей жизни. Мы должны рассматривать некоторый жизненный цикл. И в течение всего жизненного цикла у человека тоже есть свое представление о себе и о своем месте, и оно меняется. И нельзя подходить с точки зрения тех же критериев, которые мы подходим к молодому возрасту, подходить с таких же критериев и к пожилому возрасту и сравнивать их с другими, и говорить, что пожилые люди уступают, потому что у них меньше физических сил или снижены умственные потребности. И поэтому они какие-то не такие ненужные, неполезные для общества и так далее. И именно после этой теории старение стало рассматриваться именно как социально конструируемый процесс. То есть это общество придумало, что пожилые люди такие. Как там писалось в одной работе, которая была выполнена, что самое плохое, что существует для пожилых людей, это то, что мы про них думаем. Потому что это мы приписываем пожилым людям вот эти свойства, это мы приписываем им эти желания, это мы считаем, что им ничего не нужно, а на самом деле им нужно очень многое. И пришла теория, которая и сейчас является такой доминирующей концепцией. В социологии называется критическая геронтология, которая, с одной стороны, рассматривает, с чем связано неравенство в пожилом возрасте, то есть почему в обществе существует эйджизм, почему пожилые люди дискриминируются. Это немножко неомарксистская традиция. И второй путь развития критической геронтологии – это понять вообще на самом деле смысл пожилого возраста, природу, вот эти ощущения, которые люди переживают в пожилом возрасте, их потребности. И я, как исследователь, отношусь именно к этому теоретическому направлению, к этой критической геронтологии. Ну и если говорить о чем-то совсем новом, то из последнего, что есть в этой области, старение перестало быть не только индивидуальной проблемой, оно перестало быть проблемой страны, оно стало глобальной проблемой. И, соответственно, она перестала быть универсальной культурной проблемой. Мы видим, что разные социальные группы, разные культуры, они стареют по-разному. Например, поскольку я немножко интересуюсь демографией, преподаю демографию, 10 самых богатых процентов людей в пожилом возрасте в Америке, их продолжительность жизни уже больше 90 лет, а 10 процентов самых бедных у них где-то 78 процентов, а в среднем по Америке где-то 81-82. То есть люди могут немножечко не только улучшить свою жизнь в пожилом возрасте, они могут даже купить себе несколько лет жизни, имея доступ к медицине, имея возможность ею пользоваться. И я заканчиваю про теорию, просто предотвожу тот конструктивистский, теоретический подход, которым пользуюсь я в своем исследовании. То есть я рассматриваю, что старение – это сконструированный процесс, это институты, он создается с помощью социальных институтов. Потом социальные институты создают нормы поведения, критерии успешности, какие-то ожидания, которым люди должны соответствовать. И, соответственно, старение рассматривается с точки зрения контроля в обществе. Вот именно вот этот смысл, вот эти нормы успешности, вот эти ожидания от пожилых людей и то, как осуществляется контроль, меня и интересовали в моем исследовании, которое я проводила. Эмпирическую часть я собирала два года назад, но все это сейчас я переосмысливаю и пишу новые тексты. Вот. И сегодня мы будем говорить о той части моих разговоров с пожилыми людьми, которые касались именно сексуальности. Значит, вообще говоря, для понимания сексуальности в пожилом возрасте была очень полезная и очень популярная, и сделала большой толчок вперед. Вот эта книга, которую еще в 1978 году написала Сьюзан Сантенк, которая называется «Двойные стандарты старения». И она в этой книге показала, что, вообще-то говоря, в западном обществе дискурс о том, что в пожилом возрасте отсутствует всякая сексуальность. Более того, этот пожилой возраст, он именно и конструируется как возраст, в котором нет сексуальности, в котором отсутствуют сексуальные желания, в котором нет интимности, потому что якобы люди теряют к этому потребность. У них нету такой потребности, поэтому в их жизни это отсутствует. И вообще говоря, Сантенк показала, что в современном обществе старение не просто пугает, оно нас пугает чему-то, может быть, потому что после старости уже есть только смерть, больше ничего. Но старость, она воспринимается как некое поражение. Это не успех, стареть нельзя. Надо как можно дольше оставаться молодым, надо как можно дольше скрывать признаки старости, надо как можно дольше поддерживать образ жизни, который свойственен пожилым. И тогда вам говорят, что вы успешно стареете, тогда вы все делаете правильно. И особенно, конечно, это касалось женщин, поэтому Сантенка назвала, что это двойные стандарты. Если мы посмотрим на те исследования сексуальности, которые популярны сейчас, которые делаются в западной социологии, то у них есть одна такая общая особенность. Во-первых, они анализируют сексуальность только с точки зрения того, что с возрастом у нас снижается сексуальность, снижается активность и, соответственно, изучается, какими способами эту активность можно каким-то образом продлить. Потому что все рассматривается так, что проникающий секс – это такой основной вид сексуальности, забывая, что, вообще говоря, есть другие виды сексуальной практики. И поэтому неспособность к проникающему сексу рассматривается как его отсутствие, при этом никак не изучается вообще, а насколько меняется в пожилом возрасте отношение к проникающему сексу, как вообще строятся партнерские отношения между пожилыми людьми в отсутствии, может быть, таких отношений, как вообще возможны длительные партнерские отношения, как вообще возможны интимные отношения среди пожилых, и вообще насколько, и как пожилые люди, и насколько важен этот проникающий секс в жизни пожилых людей, их, как бы так сказать, счастье и удовлетворенности жизни. И те исследования сексуальности, которые я читала, которые я знаю, они вот такой и страдают односторонностью, которая меня как бы абсолютно не устраивала, и поэтому я выбрала совсем другую методологию и совсем другие данные, которые я исследовала, о которых я как раз и хочу сказать чуть подробнее. Конечно, очень сложно, очень сложно говорить с людьми на такие интимные темы. Конечно, это очень сложно говорить об этом с пожилыми людьми, потому что у большинства пожилых людей просто нет языка об этом говорить, они не проблематизируют это, они как бы не обсуждают это, и, соответственно, они не умеют об этом говорить. И я тогда выбрала такую методологию исследования, я стала разговаривать с людьми пожилыми, которых я хорошо знаю. Причем я их всех, все мои респонденты, которые у меня были в этом исследовании, это люди, которых я знала очень-очень много лет. Это были либо друзья моих родителей, либо это были родители моих друзей, которые тоже у меня были здесь. Это значительно облегчало мою задачу, во-первых, в связи с тем, что я знала жизнь этих людей, я очень много о них знала, мне не надо было задавать лишние вопросы, и у них не было желания что-то передо мной приукрашать, потому что я вообще, говоря так, представляла о них, я слышала, что говорят про их жизнь мои родители, я довольно много подробностей знала. В данном случае меня интересовали не столько биографические подробности, сколько их переживаний, смысл, который они к нему относились. Естественно, начинали мы говорить про какой-то опыт старения, про опыт переживания возраста, что меняется в жизни с возрастом, в чем основная проблема и так далее. И в какой-то момент этого интервью я произносила фразу «давайте поговорим о сексе». И, в общем, это выглядело вполне естественно, когда говоришь о возрасте, я говорила «давайте поговорим про секс». И это было совершенно для меня потрясающе. после этой фразы мы начинали долгий-долгий разговор о любви. Да, потому что для пожилых людей секс – это всегда любовь, это всегда связано с отношениями, это всегда связано с чувствами. И это на самом деле, я забегаю чуть вперед, это является одним из выводов моего исследования, но я немножко забегу вперед. Это, наверное, основное, одно из очень важных отличий сексуальности в пожилом возрасте, что от сексуальности в молодом возрасте и в среднем возрасте, в молодом возрасте огромное количество причин для того, чтобы вступать в сексуальные отношения. Это и просто удовольствие, и просто нечего делать, и просто там нужно как-то провести время, и есть какие-то статусные дела, и есть там вообще как бы такая сексуальная власть, и это все очень важно для нас, нам это важно без конца подтверждать и так далее, и так далее. Любовь – это одна из причин заняться сексом. А в пожилом возрасте все остальные причины либо не имеют значения, либо они уже не важны, либо уже отсутствуют. И поэтому, если люди вступают в какие-то интимные отношения в той или иной степени в любом возрасте, то это связано с какими-то такими душевными переживаниями, и поэтому люди очень охотно со мной разговаривали на эту тему, потому что это то, что они ни с кем не могут обсудить. Это то, что вообще вычеркнуто из такого общественного сознания. Просто считается, что у человека не может быть этих переживаний, и им не с кем это обсудить, ни с детьми, ни с друзьями, ни с кем. И поэтому очень хорошо и очень охотно мы очень долго говорили на эти темы. И потом, анализируя эти интервью, я выделила несколько тем, обобщая результаты. И именно вот эти темы я сейчас и хочу рассказать. И одна тема – это тема, связанная со здоровьем, потому что, конечно же, без здоровья, говоря по пожилому возрасту, обойтись нельзя. И первое, тоже еще одно очень важное мое удивление и отличие моих результатов от того, что я читала в исследованиях западных социологов. Западные социологи, как правило, все изменения в сексуальности, они объясняют тем, что меняется здоровье, здоровье ухудшается, и, конечно, секс в моей жизни отсутствует, или его становится меньше, и так далее. Мои респонденты, я, конечно, не буду обобщать и говорить про всех пожилых людей в России, но те респонденты, с которыми я разговаривала, они, как правило, к своему здоровью относились с тем пониманием, что, конечно, оно ухудшается, конечно, у нас у всех много болезней, но то, что происходит в моей жизни, это, конечно, никак не связано в сексуальной жизни, это никак не связано со здоровьем, по крайней мере, они абсолютно не пытались это объяснить здоровью, и я хочу привести цитаты из наших интервью, из наших разговоров, чтобы проиллюстрировать те мысли, которые они мне говорили. Хорошо видно цитаты. Ну, вот эта цитата из интервью с женщиной, которая осталась одна после очень длительных супружеских отношений, которые длились там больше 30 лет. И эти отношения, они были вполне успешные, даже, я бы сказала, счастливые, и поскольку она, ну, вот ей еще 67 лет, это, в общем, не так много, и она пытается как-то устроить свою интимную жизнь, и она говорит мне о том, что проблема совершенно не в том, что у меня что-то болит, или там у меня какие-то проблемы со здоровьем, проблема мне мешает тело, потому что вот тело, оно стареет, оно некрасивое, и поэтому вот мужу всегда нравилось, вот он никогда мне ничего не говорил, что что-то не так, и я с ним легко вступала в сексуальные отношения. У меня небо, я вообще не думала об этом. А сейчас, когда я знакомлюсь с мужчиной, я не могу не думать о том, как я выгляжу, что вот у меня такое старое тело. И это очень сильно мешает. И она, в основном, говорит о том, что вот доверие, у меня надо долгое время общаться с человеком, надо с ним какое-то время прожить, и тогда я смогу, может быть, вступать с ним в сексуальные отношения. Это вот такая демонстрация такого представления о том, что вот секс – это только для молодых и красивых, можно подумать. Что только вот те, что мы вообще сексом занимаемся для того, чтобы получить одобрение мужчины или там какой-то оценки. Это вот такое представление людей этого поколения о том, для чего вообще нужна сексуальность. Плюс еще вот, в частности, это интервью навело меня на мысль о том, что происходит с женщинами, особенно после того, когда они лишаются длительных отношений и пытаются строить с новыми. у меня возникла такая метафора, что они как будто бы попадают в ситуации, ну, не знаю, девственности. Они начинают свои новые сексуальные отношения, как будто они первый раз это делают, потому что они не могут перенести свой прошлый опыт, опыт своих прошлых отношений на нового партнера. И вот, когда они начинают говорить о том, как у них там что-то происходило с этими партнерами, это разговоры абсолютно подростки, которые не знают, что надо делать. Примерно так же пожилые люди иногда говорят о своем новом сексуальном опыте. И это на самом деле травматично, очень травматично бывает для них. Женщины очень нервничают, потому что им очень нужно одобрение, одобрение со стороны мужчины. Это такая общая культурная доминанта, что мы смотрим на себя глазами другого, нам и должны нравиться кому-то, тогда мы как бы считаем, что мы действительно чего-то достойны. Мужчины, тоже интересный результат моего исследования, мужчины, они все говорили о том, что, ну знаете, в возрасте сексом заниматься очень тяжело физически, после этого, ну очень плохо себя чувствуешь, очень сильно устаешь, и просто целый день ходишь разбитый, но, и конечно, со здоровьем все плохо, но это совершенно не повод для того, чтобы отказываться от сексуальных отношений, абсолютно не повод, потому что здоровье не позволяет много чего делать, но мы это делаем, и я не встречала таких результатов в западных исследованиях, там действительно такой акцент на то, что вот здоровье это опасно, там можно, не надо отказаться, и так далее. И у меня возникла такая гипотеза, что все-таки в России такое отношение к здоровью, особенно у мужчин, оно более пренебрежительное, и вообще говоря, здоровье это такая самая расхожая монета, за которую мы платим, за любые удовольствия, да, но вот мы всегда готовы, так сказать, пожертвовать своим здоровьем, чтобы что-то такое получить в жизни ярко, интересное, и очевидно, секс, он входит в этот перечень, да, для мужчин. Конечно, есть ситуации, и среди моих респондентов тоже были такие люди, у которых здоровье реально не позволяло, вынуждало их отказаться от сексуальной близости, и вот мы видим здесь цитаты из интервью с мужчиной, который пережил инфаркт, и жена за него очень нервничает, и они действительно отказались от какой-то интимности, даже там спят в разных пальнях, но при этом он говорит, что они открыты для себя совершенно новый тип интимности, совершенно новый какой-то тип тактильности, телесности, вот этих вот каких-то способов порадовать друг друга, в отсутствии как бы возможности порадовать друг друга какой-то сексуальностью, и это составило такую очень важную часть их жизни, которую они очень ценят, то есть сексуальность в пожилом возрасте, она приобретает другие формы, которые становятся очень сильно эмоционально окрашены, часто более эмоционально окрашены, чем непосредственно секс в молодом возрасте, и еще раз это разговор о том, что в пожилом возрасте важны чувства, отношения, и именно это является причиной для того, чтобы создавать какие-то новые отношения, да, вот респондентка, она такая очень активная женщина, очень такая энергичная, веселая, у нее много друзей, такой широкий круг общения, вот, и она довольно давно овдовела, и вот она постоянно там раньше знакомилась с какими-то мужчинами, вот, и она говорит о том, что, ну вот у меня вот нет чувств и здоровья, здесь вообще все равно, да, здоровье, черт с ним со здоровьем, мне всегда там что-то болит, но вот, но мне важно, чтобы у меня были отношения с человеком, да, вот, таким образом, если мы будем говорить на том, насколько здоровье влияет на сексуальность пожилых людей, да, то мы, конечно, должны сказать о том, что, да, снижается физическая способность к сердцу, да, конечно, это происходит, но это позволяет, да, людям выработать абсолютно другие какие-то практики сексуальные, совсем другие отношения, и они находят те смыслы в этих отношениях, которые они не ходили раньше, и особенно это видно, да, у людей, которые очень много лет живут в браке, да, которые вот уже там 50 лет живут в браке, их отношения становятся на таком уровне, который, может быть, вот, и надо пережить старость, чтобы вот пережить этот опыт отношений с партнером, да, который появился после всех там лет притирания друг к другу, там, сложной жизни, ссора, там, не знаю, желание развестись и так далее, он приобретается, возникают, на всем этом формируются отношения, да, которые для людей безумно дороги, ну, и это просто рассматривается ими как абсолютная ценность. Следующая тема, о которой я хотела поговорить, это вот именно сексуальные практики, которые возможны в пожилом возрасте, и те проблемы, которые возникают с тем, готовы ли партнеры к изменению этих практик. Проблема в том, что, как я сказала, в нашем обществе очень сильно переоценен проникающий секс. и мое исследование, другие исследования, они показывают о том, что когда человек перестает быть к этому способен, он старается отказаться вообще от сексуальных отношений, чем обрекает себя на такую несчастливую жизнь, часто на одиночество, на размолвки с партнером, то есть всегда выигрывают те, которые понимают, что у них снижаются способности, что надо какие-то другие искать техники. И вот интервью с женщиной, для меня оно звучало очень грустно, и вот эта цитата, когда она пытается объяснить своему мужу, что вообще можно сделать в постели, как можно разнообразить их жизни, а он ей говорит, что я-то здесь не нужен, ты же сама все это можешь сделать, зачем же тебе я-то здесь. то есть вот такая неспособность опять же говорить про сексуальность, неспособность понять о том, что вообще в сексе значимо, а что менее значимо, оно как раз и приводит к тому, что у людей возникает даже после долгих лет жизни, у них возникают недомовки, разногласия и ссоры. То есть такая проблема, которую можно было бы легко решить, если бы если бы люди понимали, так сказать, слушали своих партнеров. И вот здесь я хотела показать две цитаты такого разного отношения к отсутствию проникающего секса с разными результатами. Когда женщина, она говорит о том, что когда из ее жизни ушел вот этот самый секс, ее жизнь освободилась, потому что она перестала думать о том, что она там нравится мужу или там какому-то партнеру или не нравится, хороша она в постели или нехороша. И все переживания ушли. И жизнь стала гораздо проще и свободнее. А мужчина, говоря о том, что о своей неспособности к возникающему сексу, он говорит о том, что он вынужден вообще отказаться от общения с мужчиной, потому что он не понимает, какие могут быть отношения, какая может быть сексуальность без проникающего секса. Очень важно и в этом залог как бы такого спокойной жизни в старости и хорошей жизни в старости. И всегда в старости выигрывают те люди, которые понимают, что в пожилом возрасте есть свои преимущества и которые понимают, что вообще говоря, не надо пытаться жить жизнью молодого человека, если вы уже достигли пожилого возраста. И надо меньше стремиться к каким-то стандартам. И вот интервью с 70-летним мужчиной, который говорит о том, что он, когда занимается сексом, он думает не о своем, не о себе, как бы о своей партнерше, он думает о том, как доставить ей удовольствие и поэтому у него вообще нет проблем с этим. Он вообще никогда за этого не расстраивается, никогда не переживает. И пожилые пары, они настолько ценят свои отношения сохранившиеся, что у них сохранилось желание вообще быть вместе, что у них сохранилось желание вообще доставлять друг другу эмоциональную близость, эмоциональное удовольствие. И они говорят, что вообще говоря, это все стоит дороже любого секса, в тысячу раз дороже любого секса. Вы попробуйте прожить 50 лет с человеком, и у вас еще чтобы осталось желание быть с ним вместе. Это вот и есть счастье. А секс здесь вот вообще совершенно ни при чем. Еще одна важная тема, которую я выделила в своем интервью, это то, как по-разному общество конструирует пожилой возраст мужчин и пожилой возраст женщин. Да, мужчины и женщины стареют по-разному. Да, совершенно разные отношения в обществе к пожилым мужчинам и к пожилым женщинам. самая большая проблема в том, что в России нет культуры старения. У нас нету для пожилых женщин никакой другой роли, кроме роли бабушки. Я имею в виду не то, что бабушка, когда у вас есть внуки, а вот такой обобщающий образ, очень распространенное выражение всегда, если мы спросим про какую-то женщину, и говорим, сколько ей лет, и вам ответят, ну как, бабушка. Это говорит о том, что это просто женщина, которая... Что это означает? Это означает, что женщина, которая утратила какую-то свою сексуальность и привлекательность. И тогда уже все. А никакой другой роли нет. У нас нету культуры такой публичности в пожилом возрасте. Пожилые люди все время находятся дома, потому что им негде проводить время. Сейчас чуть изменяется жизнь, чуть-чуть, но очень мало. Все, что создается, вся эта инфраструктура в городе, которая очень активно создается, она создается, конечно, для молодых людей, для среднего возраста. Здесь есть все, что хочешь, и крафтовое пиво, и любые танцы, и любая кухня, и все, что угодно. Но там совершенно нет места для пожилых. У нас огромное количество всяких спортивных клубов и так далее, но там нет места для пожилых. Пожилые люди, любой досуг, он связан, с чем? Можно сходить на концерт классической музыки. И так, в общем, основное время пожилые люди проводят дома. И вот я выделила две цитаты из моих интервью, чтобы показать вот именно этот дискриминационный дискурс. Вот первое интервью с женщиной. Это такая, она очень хорошо выглядит, она работает до сих пор тренером по фитнесу, она очень хорошо двигается, и она говорит, что вот здесь она совершенно не знает, как она должна проводить свободное время вне дома. Она вот, когда приезжает в Америку к своей дочери, там масса возможностей для развлечения. Она ходит в пабы, поет там караоке, она там танцует, ее приглашают мужчины, с ней флиртуют, и она чувствует себя очень комфортно, она чувствует себя женщиной. Когда она говорит, приезжаю здесь, ну что, я здесь бабушка, не в том смысле, что у нее есть внуки, у нее очень давно уже выросли внуки, и ей не нужно сидеть с внуками. Но смысл в том, что она чувствует себя просто вот такой не очень привлекательной пожилой женщиной, то есть бабушкой. А мужчины, пожилые мужчины, они компенсируют свои проблемы, связанные с пожилым возрастом, связями с более молодыми женщинами. И вот тут 72-летний мужчина, цитата с ним, который мне говорил о том, что вот он ищет партнершу, но он совершенно не собирается встречаться с ровесницей, конечно, хотя бы лет на 20, она должна быть младше. Один мой респондент, которому было 85 лет, и у него умерла жена, которая была его младше на 10 лет, и причем к жене вот это удивительный совершенно феномен. К своей жене, я просто хорошо знала эту пару, он всегда относился ну вот как к маленькой девочке, вот она вот была младше его, и он так вот к ней как всю жизнь относился, как к чему-то, к маленькой, но она еще такая была, миниатюрная вся, но вот он как к ребенку к ней относился. И вот она умерла, и ему 83 года, и он говорит, что вот соседка подачи, чего-то там хочет с ним общаться, и такие-то как бы проявляют к нему интерес. Ну, боже мой, ей же 70 лет, ну как, ну вот как, ну вот, он, конечно, прекрасно выглядит, он там все еще работает, в университете преподает, но тем не менее, он строит в голове у него вот эта вот картина, да, и надо сказать, что общество, она, конечно, всячески поощряется, да, ну вот, это вообще, нас очень любят писать о том, как какие-то пожилые мужчины вступили в брак с какими-то молодыми женщинами, и это почему-то там рассматривается как большой подвиг, да, а обратная ситуация, она абсолютно осуждается в обществе, да, когда молодая, когда женщина в возрасте заводит роман с молодым мужчиной, это такая ситуация неодобряемая, общественно неодобряемая, да, вот, и возникает для женщин очень сложная ситуация, они не понимают, кто они, да, вот это такой, я это назвала кризис идентичности пожилого возраста, это, естественно, в ситуации, когда, в ситуации, когда у женщины нету постоянного партнера, когда она лишилась постоянного партнера. Она говорит о том, что мы же должны кому-то... Нас все время заставляют воевать с возрастом. Мы все время должны бороться за то, чтобы быть молодыми. Но это же война, ее же нельзя выиграть. Вы ее проиграете всегда, рано или поздно. Все рано или поздно сдадутся, никуда вы не денетесь. Вы не можете конкурировать с молодыми женщинами, но никак не можете конкурировать. И тогда вообще зачем? В результате опускаются руки, и ты не понимаешь, кто ты. Особенно, конечно, страдают женщины, которые в молодости были красавицами. Мои респондентки, у меня два было таких интервью, которые рассказывали про такое очень болезненное страдание, болезненное переживание старения, когда они отказывались вообще замечать дни рождения, встречаться с друзьями юности, вообще как-то упоминать про возраст. Женщина, которая работает в университете, она очень болезненно переживала даже 65-летний возраст. И вот другая моя респондентка, которая говорила о том, что она вообще старается ни с кем не встречаться, ни с теми, кто знал ее в молодости, потому что для нее это очень болезненно, она не понимает, кто она такая. И опять же выигрывают те, которые осознают о том, что на самом деле возраст вас освобождает от огромного количества комплексов, проблем, того, что делает вас несвободными. То есть это пожилой возраст, вот говорила мне одна респондентка, что она сначала переживала, а потом она поняла, что в общем теперь уже можно все делать, можно абсолютно все делать, не надо никому нравиться, не надо никого, чтобы тебя одобряли, не надо вступать в те отношения, которые тебе не нужны, в какие-то вынужденные отношения. Ну вот пожилой возраст – это абсолютная свобода, сказала она мне, да. Но вот эти гендерные стереотипы, которые существуют в обществе, они абсолютно сексистки по отношению к женщинам, они вообще вычеркивают женщин из публичного пространства, они создают проблемы не только для женщин, но и для мужчин, потому что мужчины ищут эти встречи с более молодыми женщинами, отношения с более молодыми женщинами, в которых они очень уязвимы, в которых они на самом деле-то несчастны, в которых они гораздо больше чувствуют свой возраст, чем если бы они жили вместе с ровесницами. Вот этот весь дискурс, даже медицинский дискурс, огромное обсуждение там всяких медикаментов, которые продлевают сексуальность мужчины, никто не говорит, не обсуждает медикаменты, которые продлевают сексуальность женщины, вообще про сексуальность женщины никто не говорит. Понятно, с кем должны вступать в сексуальные отношения все эти мужчины, для которых рекламируется огромное количество всех этих медикаментов. И это, конечно, такая очень большая проблема. И вот этот сексизм в пожилом возрасте по отношению к пожилым женщинам – это очень важная характеристика российского общества. И последняя тема, о которой я хотела поговорить, это очень тоже болезненная тема, это вот такой социальный контроль над пожилыми людьми, которые существуют в обществе и со стороны общества, и со стороны детей, и со стороны друзей, и которые составляют огромное количество страданий. Вот здесь у меня цитата из интервью с человеком, который рассказывает о том, что вообще я выяснила, что очень часто пожилые люди заводят новые отношения в санаториях. Это очень популярно. То есть среди даже моего небольшого количества респондентов вдвое нашли себе спругов в пожилом возрасте именно в санатории. И вот тут у меня разговор с мужчиной, который вот он поехал и хотел там как-то познакомиться, и думал, что у него должен быть отдельный номер, а ему сказали, что ну что вы, ну какой, ну вы же пожилой человек, какой отдельный номер, там зачем вам, вы будете жить вдвоем. И когда он стал объяснять, что ну я же хочу, там может я захочу пригласить женщину, то эти медсестры, они просто вообще не понимали, о чем он говорит. И вообще в медицинском дискурсе есть, я на одной конференции слушала выступление врача, который говорил о том, что сексуальное желание в пожилом возрасте – это признак деменции. И только так к этому надо относиться. К сожалению, это вот все вот так запущено. Но дети и внуки и родственники, которые берут на себя право решать вообще, как должен жить человек, с кем он должен жить, это тоже очень большая проблема для пожилых людей. Вот тут у меня цитаты из интервью с мужчиной, которому 80 лет, который после смерти жены познакомился с женщиной, он хотел на ней жениться. У них действительно, я была свидетельницей этих отношений, они действительно были очень бурные, они вызывали неудовольство всех вокруг, потому что они очень проявляли свои чувства публично при людях. И это почему-то воспринималось всеми так, как будто они совершенно сошли с ума. И его дочь, она просто сказала ему, что если он женится, она просто объявит его недееспособным и расторгнет его брак. Потому что его дочь была уверена, что никакой любви быть не может, что эта женщина, она просто хочет отобрать у него квартиру, и все. И она ее рассматривала абсолютно как врага, она абсолютно не хотела слушать никаких разговоров о чувствах, о любви, о том, что им нужно быть вместе, и так далее, и так далее. А вот эту цитату с женщиной я привела для того, чтобы показать, опять же, такие особенности сексуальной культуры. Если вы обратили внимание, женщина в молодости, она не могла с мужем обсудить свою сексуальную жизнь, обсудить вопросы контрацепции, потому что у нее просто не было языка для этого, она не знала, как об этом говорить, и страдала от этого. А теперь она не может дочери объяснить, что вообще-то у нее есть своя жизнь, свое личное пространство, что она имеет право ходить на свидание, и что ее свидание, это вообще-то, честно говоря, первичное по отношению к тому, чтобы сидеть с внуками, что вообще-то твой ребенок – это твой ребенок. И очень многие люди сталкиваются с таким отношением, и вот тоже очень такой показательный случай, когда мужчина в 60 лет, это как бы даже еще и не пожилой возраст, но он решил развестись и жениться на своей сверстнице, и он вызвал непонимание, недопонимание всех, потому что, во-первых, его друзья, они не понимали, зачем надо разведиться с одной старой женщиной, жениться на другой старой женщине. Если уж ты решил жениться, так ты тогда женись на каком-то молодом. И очень много было неприятных разговоров вокруг этого, и он очень сильно это тогда переживал. Но тем не менее, как он мне сказал, мы уже почти 20 лет вместе, и мы все еще любим спать в одной постели, мы все еще любим друг друга, и это безумно важно. Российское общество, оно таким образом конструирует пожилой возраст, чтобы исключить из него такие понятия, как любовь и секс. И, соответственно, используются для этого разные инструменты, разные институты. И пространство публично организуется таким образом, что пожилым людям там нет места. И роли социальные для пожилых людей предлагаются такие, в которых решены сексуальности. Потому что роль бабушки абсолютно не сексуальна. Что может быть еще, кроме роли бабушки? Это какая-то женщина без возраста, которая всячески скрывает свой возраст. Но как раз секс – это то место, где он и проявится. Его как раз в сексуальных отношениях очень сложно скрывать. Никаких привлекательных таких ролей общество не предлагает. Общество не одобряет отношения женщин с более молодыми мужчинами, одобряет отношения мужчин с молодыми женщинами. Таким образом, пожилые люди, они дискриминируются и исключаются из жизни. Они становятся невидимыми. Они попадают в категорию граждан, которые нужны только еда и, может быть, медикаменты. Когда я в другом проекте разговаривала с пожилыми людьми, им требовался уход, и они не могли жить самостоятельно, и к ним приходили люди, которые обеспечивали этот уход, так вот эти пожилые люди мне говорили о том, что никому в голову все приходят и родственники, и эти социальные работники, и они только и смотрят на то. У тебя есть еда там, у тебя есть памперсы, у тебя есть там одежда, и все. Им не приходит в голову, что им нужно еще хоть что-то. Что они хотят увидеть первый снег. Или там, не знаю, молодую листву, или посидеть на солнышке, и вообще они хотят куда-то сходить послушать музыку, или, не знаю, выпить кофе в хорошем месте. Это просто никому не приходит в голову, потому что им ничего не нужно, как считается. И, соответственно, последнее, что я бы хотела сказать, это если мы обобщаем отношения к пожилым людям в российском обществе, то я бы его охарактеризовала тремя словами, что это сексизм, это эйджизм, это эксклюзия. Это делает пожилых людей несчастными. Именно поэтому то исследование, с которого я начинала, когда я изучала счастье и благополучие, субъективное благополучие пожилых в разных странах, я обнаружила, что пожилые люди в России имеют очень низкий уровень ощущения счастья, удовлетворенности жизни, качества жизни. И этот низкий уровень, его невозможно объяснить никакими экономическими показателями, никакими социальными показателями, потому что есть страны с гораздо худшими экономическими условиями, например, Латинская Америка, где пожилые люди имеют просто запредельно высокий уровень субъективного благополучия и чувствуют себя очень счастливыми, потому что они не выключены из этой социальной жизни. А в России вот это нормирование старости приводит к тому, что люди и дискриминируются, и исключаются из жизни. И противопоставить этому мы можем только то, что мы будем сами конструировать нормы, то, что мы будем сами конструировать нормальность. Чем больше мы будем уделять внимание своей сексуальной жизни, своей интимной жизни в любом возрасте, тем скорее общество признает наше право на такую жизнь. Спасибо большое. Спасибо большое за прекрасную лекцию и воодушевляющий финал. Друзья, есть ли у нас вопросы? Кто хочет начать, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.